не знаю есть кто здесь нет в любом случае всем привет мой первый стрим я так скажем так пробую ни разу еще не делала прямой эфир сейчас делаю со своего телефона поэтому если какие-то будете с ней технические неполадки заранее извиняюсь а получайс как говорится вот хочу попробовать многие делают стримы и со стримом быстро набираются у многих просмотры и подписчики ну вот я решила тоже нужно начинать делать стримы я так планирую делать их может быть суббота или воскресенье то есть свои выходные вот сегодня я так в парке нахожусь в парке мюррей добралась на улицу чтобы так было поинтересней делаю со своего телефона посмотрим как будет качество не знаю слышно меня или не слышно надеюсь слышно не знаю вообще кто то есть нет наверное нет потому что я сейчас нахожусь в америке в сша штате юта у нас сейчас 6 часов вечера в россии это среди ночи поэтому мои основные подписчики находятся в россии в странах снг скажем так бывшего советского союза вот и наверное спят поэтому я сейчас так делаю пробные так что если кто то из моих американских подписчиков смотрит то они как раз таки на меня попадут поэтому если смотрите уже записи в любом случае всем привет и это мой такой пробный сегодня тест тест стрим так что посмотрим как пойдет вот я сейчас двигаюсь и смотрю камера так моя неплохо фокусируется вроде как это хорошо я пытаюсь разобраться как работает чат не знаю он не показывает чат может быть потому что никого нет вот гляжу здесь всякие настройки есть интересные ну-ка всякие настройки для цвета цветности можно черно-белый сделать всякие такие веселье так такой мне не нравится это вот оригинал прикольно это меня телефон samsung galaxy note 8 мне очень нравится это вот тему футбола кстати говоря не и вообще с футбол сама не смотрю никогда его особо не любила но тем не менее когда еще жила в россии периодически так с друзьями смотрел футбол вообще его не очень люблю вообще спорт как-то не смотреть спорт не люблю а играла в детстве баскетбол в школе то есть мне как больше как говорится самой двигаться и играть больше нравится чем допустим делать как говорится чем допустим смотреть поэтому я так как бы равнодушно тем не менее сейчас пытающим брать с экрана эти штуки извиня сейчас тут у меня всякие не знаю так куда-то пропало так технически неполадки у меня были на секундочку я снова опять в эфире вот я смотрю тут просто пытаюсь разобраться где чего вот вижу на заднем плане люди бегают многое куча детишек тут у нас парк мир и я у меня тренога такая большая стоит и я сама себя снимаю веселюсь как могу как говорится фокус не знаю насколько мне хватит батарейки а тоже 4 минуты прошло посмотрим как идет а я говорил про футбол в общем нет рассказали что в москве женщины выходят на охоту потому что много иностранцев и мало наших сейчас москвичи наверное поздавали квартир в аренду и съехали кто куда от солнышко через дерево так тень падает интересно вот и в общем женщины девушки выходят знакомиться ну в общем правильно делают вот вот не знаю меня снимает я думала что будет с краешка экрана будет идти чат но я не вижу ничего не знаю либо это потому что я где-то чего-то не нажала либо просто действительно никого нет прямо сейчас эфире и все будут смотреть записи посмотрим как получится я может быть вообще выложу не выложу посмотрим наверное выложу хотя наверное он автоматически выкладывает записи я не знаю я еще не разобралась я как говорится только учусь дичку надо попить горле пересохла как говорится так у нас жарище хотя на самом деле жарко но не такая прям уж 40 градусов наверно градусов только 27 30 сегодня было в общем то это хорошо у нас такой климат сухой поэтому жары не очень сильно жару не ощущаешь особо и зимой у нас зима не очень холодная если ну бывает деньки там минус 10 но редко в основном 0 минус 5 вот так вот минус 2 минус 3 и снег есть особенно в горах снегу очень много здесь долине снега мало единственное у нас недостаток зимой в холодное время года это у нас начинается инверсия и у нас портится очень сильно качество воздуха кто-то пришли на пикник рядом там разложились не знаю слышно не слышно в общем у нас зимой вот одна один недостаток холодное время года происходит инверсия то есть у нас как я это понимаю инверсион английский и как я это понимаю значит во первых у нас такой штат много здесь в самой долине различных заводов и фабрик и очень такое активное движение грузы грузовики эти которые дальнобойщики очень много их и они естественно все загрязняют воздух очень много автомобилей и вот этот воздух так как мы находимся также высоко в горах и горы окружают долину они как бы получается стенки такой тарелки глубокой кастрюли скажем а холодный воздух сверху накрывает это все как крышки получается и у нас ведь ветра нет зимой обычно и то есть весь этот воздух он скапливается оседает как бы внизу в долине и мы вот этим всем супом так скажем дышим вот когда начинаются какие-то сильные ветра его разгоняет и потом опять он потихонечку набирается то есть у нас чистые есть деньги когда чистый воздух относительно зимой но бывают дни когда прям рекомендация тем особенно людям у кого проблемы с дыхательным с органами дыхания вообще не выходить на улицу либо маски там какие-то одевать то есть на самом деле ситуация достаточно плачевная потому что население растет и больше и больше транспорта становится автомобилей и то есть эта ситуация она не улучшается ухудшается и пока еще здесь у нас бьюти электромобилей не так много теслу вообще нельзя купить напрямую недавно было здесь у нас разбираловка была и приняли закон что типа того тесла обязан продавать через дилера так как вообще в принципе такие правила распространяются сами изготовители автомобиля они не могут продавать напрямую в штате юта они обязаны иметь дилера и хоть тесла себя позиционирует как бы не так и вообще не хочет играть по этим правилам тем не менее закон суд постановил что тесла обязаны перед продавать через дилера и тесла не хочет себе делать дилера на они они пытались создать такую компанию сами как бы как бы сами у себя бы дилерами но им тоже не разрешили в общем теперь у нас видите чтобы купить автомобиль тесла ты должен ехать тестировать его и смотреть на него соседнем штате то есть многие едут в лас-вегас там а тестирует делают тест-драйв и на не ездят и потом уже заказывать через интернет теслу и сюда им ее привозят вот к сожалению у нас такая штука то есть как бы купить ее здесь не так просто можно конечно те кто их покупают у них есть деньги они конечно все равно не купят но тем не менее как бы нет такой вот прям поддержки электромобилям и пока еще нас не так много всяких станций по зарядке электромобилей поэтому пока еще это как бы все впереди посмотрим но на самом деле что-то должно меняться и они каждый год как зима наступает начинают об этом думать какие-то делать решения законодательные чтобы ну вообще на самом деле нужно просто больше общественного транспорта потому что у нас его не так здесь много общественного транспорта и но он есть конечно но это не так как в европе не так удобно и поэтому все равно основная масса ездить на автомобилях конечно если бы было больше транспорта а люди конечно пользовались бы им если бы он был удобен ну и также вот нужны какие-то льготы для развития электромобильной индустрии здесь именно в штате юта вся инфраструктура нужна возможно какие-то льготы по налогам и тому подобное ну и конечно же тоже нужно убирать вот эти все заводы которые захвата захламляют воздух загрязняют или какие-то сделать им условия чтобы они обязательно очищали воздух еще лучше ставили меняли свои какие-то технологии которым они пользуются старше и тем самым чтобы воздух становился чище потому что иначе мы здесь все просто скоро будем ходить противогаза зимой летом этой проблемы нет потому что воздух прогревается и он как бы поднимается достаточно высоко чтобы можно было через город так сказать перейти и уйти а зимой так воздух тяжелый холодный он оседает как бы внизу и ветра нет его как бы разогнать некому и плюс еще стенами как как стенами горы окружая долины получается такая у нас тарелка с супом с химическим поэтому кто здесь ни разу не был и едут сюда зимой могут быть неприятно удивлены и вообще шокированы и напуганы самом деле эта ситуация продолжается как правило середины декабря до где-то середина февраля потом все-таки у нас становится потеплее больше ветра и это не так заметно и летом уже чистый в общем-то воздух можно и выехать в горы кстати говоря зимой очень многие именно выезжают в горы в парк сити там этой проблемы такой степени нет там очень чистый воздух то есть можно выбраться в горы на выходные отдышаться так сказать но и конечно у многих стоят дома воздухоочистители и тому подобное какую-то все-таки часть вот этих химикатов они высасывают очищают так интересно в прямом эфире мне непривычно все что говорю как говорится она сразу записывается без монтажа я не знаю есть кто-то нет опять-таки смотрят меня сейчас или нет если кто-то подключился всем привет мой первый стрим так что не судите строго наверное будут какие-то технические неполадки все никак не разберусь с чатом чтобы видеть вообще кто-то в чате есть или нет пока мне ничего мой телефон показывает я делаю с телефона вообще не знаю насколько мне хватит зарядки надеюсь что хватит я вот думаю нажимаю ничего не меняется пыталась найти где же у меня чат нет здесь нет не получается может быть кто-то если появится то появится и чат я нахожусь в парке мёрей здесь очень часто бываю часто оттуда снимаю разные видео хороший парк он когда-то принадлежал частнику это большая территория под фермерство но потом они и отдали эта территория теперь принадлежит городу и вот здесь проходит в смысле здесь у нас парк здесь у нас также есть waterpark бассейн большой с горками и также всякие различные площадки для игр различные беседочки для людей прийти пожарить шашлык посидеть собраться большой семьей их правда нужно заказывать заранее кто-то ребят не бегает сейчас наверно ко мне подойдет вот и в общем достаточно так интересно я если мне придется сейчас здесь будет шумно возможно придется куда-то другое место перейти поэтому я наверное возьму свою треногу прям так и пойду с ней так что наверное будет очень странный ракурс так что не удивляйтесь за ребятня бегает я не хочу чтобы ко мне в кадр попадали потому что они чужие дети не мои как говорится они мне в кадре не нужны вот бутылочка с водой такая хорошая очень долго в ней вода остается холодная или горячая такая классная фирма называется swell такая достаточно известная для именно этой продукции ну вот слышу мексиканскую речь у нас очень много их приехала бьют и вообще бьют и очень много иммигрантов живет проживает это частично связано с тем что у нас все-таки здесь церковь лдс и они в общем-то достаточно много привлекают эмигрантов сюда вот ко мне уже тут дети начинают подбираться подбираться сейчас наверное придется мне двигаться в другое место я наверное может отключусь на секундочку чтобы мне так спокойненько перейти куда-то не пропадайте надолго сейчас я так